Итак, у нас продолжается обсуждение в нашей группе ВКонтакте о том, как вам больше нравится отдыхать в палатке или в отеле. И я ранее уже обещал о том, что расскажу, какие необычные отели бывают. И мы уже обсуждали о том, что порой благодаря отелям, таким необычным, есть возможность у нас с вами быть и на природе, но в очень комфортных условиях. Итак, будем смотреть картинки, потому что на словах рассказывать это одно, а вот увидеть, как этот отель выглядит, это абсолютно другое. Так вот, прямо сейчас на экране у нас отель, которым, мне кажется, понравится всем любителям... Хоббитов. Ну, я хотел сказать, книги. Ну да, конечно. Ну да, истории, саги, не знаю, как можно по-другому говорить о хоббитах. Это мотель в Новой Зеландии, который называется... Ты поможешь мне, если что? Вудлин парк. Прекрасно справился. Блистательно. Да, да. И там он расположен прямо среди зеленых сельскохозяйственных угодий. И можно там разные варианты даже есть еще. Не только в таких маленьких уютных комнатах. Также там есть вагон поезда 1918 года и много других вариантов. А это отель. Так. Знаете, что в нем необычного? Что? Он очень узкий. Нет, посмотрите внимательно и вспомните какие-нибудь сейчас фильмы. Вспомните фильмы, где в ролях Стивен Сигал или Сигал. И он часто... Нет, нет. Это какое-то спасение от чего-нибудь? Это тюрьма. А-а-а. Это бывшая тюрьма. Да, вот есть кадры часто, когда заключенные вот тут вот решетки, они там стоят сверху, там что-то кричат. Не смотрела таких фильмов? У меня было у тебя таких картинок. Мне кажется... Так, подожди. То есть тюрьму переделали под отель? Да, да, и вы можете приехать сейчас. То есть это когда-то была настоящая тюрьма? Да, это была настоящая тюрьма, и теперь это настоящий отель, в котором можно по-настоящему хорошо отдохнуть. Это знаете, где находится этот отель? Очевидно, не в России. В Великобритании, Оксфорд. Да ладно? В здании бывшей королевской тюрьмы 11 века. Воу! Да, да, да. И в 2005 году только сделали из тюрьмы настоящую отель, гостиницу, где теперь туристы могут... Сколько, интересно, стоит там остановиться? Стоимость, не знаю. Не написано. Дизайнерская мебель, в общем, дизайнерский интерьер, конечно же, все дорого-богато. Это... И теперь немножко по-другому. Это тоже необычный. Это семья, просто мы с женой решили, им нравятся тесики, они взяли и сделали вот такой отель. А лестница, она что символизирует? Ничего, это просто возможность войти. И все. Обычно оно там выходит, а тут, ну, хорошо. Давайте следующую картинку о следующем необычном отеле поговорим. Ой, как холодно стало. Да, потому что не всегда должно быть хорошо и комфортно, особенно в тех условиях, когда ты находишься где-нибудь на крайнем-крайнем севере. Как думаете, где этот отель? На крайнем-крайнем севере? Да, полагаем, что... Финляндия, Норвегия. Финляндия, Норвегия, еще ставки, варианты. Нету больше, все. Прямо на полюсе, что ли? Швеция. А, это Швеция, ну, почти. Я не знаю, как правильно произносится по-шведски, это Юкасьярви. Какое-то интересно. То есть надо прямо в одежде залезть и спать. Вот там, в морозе. Это некий, не просто даже отель, это, можно сказать, такой арт-проект, арт-история, собственно, сделан полностью из снега и льда. Поэтому можно там очутиться, немножечко полежать, залезть под шкуру теплую и согреться там. Ну, такой... Ты так лучше сохранишься, мне кажется, если в таком... Крюк-консервация, да-да-да. Следующий отель, о котором давайте поговорим, тоже необычный, потому что это старый самолет. И весь самолет разбит на множество, как это, не знаю, кают, комнаты отельные. И есть одна, которая расположена, собственно, в кабине, бывшей, наверное, можно сказать, кабине пилотов. Самая комфортабельная, потому что там есть отдельный туалет. А в других общий, в коридоре, туалет. А здесь еще и самое главное, что он стоит, это реально эксплуатируемый ранее самолет, который стоит рядом. И из окон, из иллюминаторов видно взлетную полосу, а из кабины пилота видно, как взлетают самолеты, конечно же. Мне кажется, однажды в одной из программ про путешествия я видела такое отельное. Конечно, конечно. А это тут, что необычного, тут зеркальный куб, но сразу, сразу опережая события, кто-то думает, что птички врезаются. Нет, это все продумано и сделаны какие-то специальные инфракрасные штучки для того, чтобы птицы видели. А вы обратите внимание, все из зеркала. Это отражается, отражается лес, его трудно заметить. И это, наверное, самая главная необычность этого отеля, в том, что он такой зеркальный, в лесу спрятанный. Его действительно сложно увидеть и разглядеть даже на этой фотографии. Внутри ничего, ну, такого прям выдающегося, просто красивый и комфортный. А вот следующий отель, о котором хочу вам рассказать, тут важно увидеть, что есть как надводная часть, так и подводная. Где вы сможете спуститься, если сильно-сильно напрячь глаза, то можно разглядеть, что там вот окошки, и там видна даже немножечко кровать внутри. И, собственно, вы лежите, отдыхаете на Танзании, остров Пемба, и смотрите, что же там происходит под водой. Мне кажется, что вот такой отель, он очень страшный и опасный. Опасный? Почему ты в безопасности? Нет, ну, это вот, знаешь, как-то психологически, когда ты погружаешься под воду, не знаю, может быть, просто у меня страх воды какой-то все-таки присутствует. Но вот я просто смотрю на ту кровать, которая все равно находится в темноте под водой. Ну, там свет включается. Вдруг что-нибудь случится, вода начнет проникать, и все закончится, как в Титанике. Наверняка там предусмотрели. Ну, слушаю. В любом случае, это похоже на аквариум для рыб, только там люди внутри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова